Глинистая почва – это мелкие частицы, смешанные с минеральными элементами, песком и илом в разных пропорциях. У такой почвы есть свои особенности поведения. От дождя ее развозят, от недостатка влаги она начинает трескаться. И все же эта почва может быть очень плодородной, если правильно за ней ухаживать и выращивать на ней подходящие растения. Сегодня мы расскажем вам об одном простом, но очень эффективном средстве для глинистых почв, а именно о гипсе. Для промышленных задач выпускается специальный гипс, но в доступной для населения форме его нет. Фосфорный гипс используют городские службы для восстановления почвы от соли после противогололедных реагентов в черте города. Спокойно используйте гипс, который продается в строительных целях. Казалось бы, гипс тоже очень мелкодисперсное вещество, но именно он позволяет глиняным почвам улучшить свое качество. Гипс носить совершенно нетрудно. Возьмите 200 граммов гипсового порошка на 1 квадратный метр участка и просто разбросайте его, когда перекапываете или рыхлите землю. Проводить такую обработку можно в межсезонье. Хотите весной, хотите осенью. Внесение гипса подкисляет почву. Стараемся об этом не забывать, поэтому если почва уже кислая, лучше использовать смесь гипса с известью или доломитовой мукой. Они смешиваются в равных пропорциях и ранее указанным способом вносятся в грунт. Не забывайте вносить гипс при заготовках компоста. Возьмите 200 граммов гипса на 30-40 литров компоста. Если будете вносить прогипсованный компост в ваш грунт, отдельно гипсовать почву нет необходимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...